Готовность бюджетных организаций к новому учебному году, а также организацию работы детских дошкольных учреждений в сельских населенных пунктах обсудили на заседании постоянной комиссии по социальной политике. Из 148 образовательных организаций на данный момент акт технического обследования имеют всего 60 объектов образования. На сегодняшний день из всех обследованных объектов 18 находятся в недопустимом состоянии, что подразумевает возможность проведения капитального ремонта. Четыре объекта находятся в аварийном состоянии и три объекта, в которых был сделан капитальный ремонт. Это школа и детский сад в поселке Бугрино и в средней школе села Несь. Только предстоит провести капитальный ремонт в образовательных учреждениях Коткино и Красном. На сегодняшний день детский сад, Красная основная школа Коткино, в которой нужно закончить капитальный ремонт первого этажа в Коткино, второй этаж он сделан. И покрыть сверху, утеплить сами фасады. Между тем, в ряде образовательных организаций существуют проблемы, которые требуют комплексного решения. Так, в школе поселков Нельминос и Оксино необходимо обеспечить непрерывную подачу холодной и горячей воды, оборудовать внутреннюю сеть канализаций с устройством выгребных ям и локальных очистных сооружений. Также в целях оптимизации государственных бюджетных средств было принято решение о ликвидации начальной школы детский сад деревни Волоковая. Необходимость ликвидации учреждения возникла в связи с полным отсутствием воспитанников и учащихся, постоянно проживающих на территории поселка. Там на сегодняшний день в течение текущего учебного года в детском саду он не обучался, он получал стойки дошкольного образования. Один воспитанник, который являлся внуком непосредственно работника образовательной организации, в то время как родители в постоянном месте жительства находятся в городе Архангельск. Отрицательных социально-экономических последствий от ликвидации учреждений не предвидится. Работники образовательной организации являются получателями страховой пенсии по старости или инвалидности. Работников учреждения сократят с предоставлением всех гарантий и компенсаций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в сфере труда. Елена Семёнычева, Антон Водряков, Телеканал «Север».